Поехали! Очень холодная, но без тебя никак я жить не смогу, не хочу. Отлично. Максимально ритмично сейчас, хорошо? Прямо самое главное на ритмику сейчас упираем. Да, на ритмику. Ритмику, окей? Работаем, молодец, все правильно идет сейчас, хорошо, поехали. Ритмику, происходит так, только жить я без тебя не могу никак. Ты как рыбина горькая. Молодец, отлично, еще набираем дубли. Ты как рыбина горькая, очень холодная. Вот неплохо, кстати, неплохо, эмоционально сделал, понимаешь, да, не давил, эмоционально сделал, холодная, да, помним, да, смысл слова, холодная. То есть тебе как бы больно того, что она холодная, понимаешь, но ты ее все равно любишь, то есть, чтобы такая противоречивость, да, в музыке была. Поехали, еще. Вот, вот, уникально получается, понимаешь, да, интересно, необычно, эксклюзивно. Поехали, еще. В том же духе работаем. Молодец. Также на позитиве, кайф, счастье, улыбка, звук вперед. Правильно, улыбаемся. Но без тебя никак я жить не смогу. Молодец, хороший дубль, Санис. Спасибо, Санис, перерыв, молодец. И максимально улыбаемся. Красавец. Еще. Молодец, спасибо. Цемент. Отличный дубль, молодец. Еще. Ты как боль и радость вечная. Ты как боль и радость вечная. Спасибо, молодец. Ты как жена горская. Отлично. Молодец. Отличный дубль. Поехали. Молодец. Цемент, молодец. Записываем. Очень холодная, очень холодная. Молодец, Санис. Спасибо. Все? Да. Я, честно говоря, не думал, что так мы с тобой, как этот, нож по маслу. Да? Пройдем, да. Потому что все, очень быстро схватываешь мелодии, очень быстро схватываешь подачу. Мы с тобой все фразы, некоторые не по одному разу раскрасили бэками. Ну, как бы, не знаю. На мой взгляд, эта песня хит. И, собственно, спели мы лид вокал хитова. По бэкам я тоже не вижу вопросов. Потому что везде есть эмоции и точно, и тому подобное. На самом деле, и в плане ритмики, и нот тоже особых вопросов тебе нет. То есть ты, конечно, в студии, ну, видимо, я говорю, то есть и опыт, и так далее, у тебя уже как бы вот то, что надо. То есть ты работаешь практически всегда эмоционально. То есть тебе не надо говорить там, давай так, давай это. Ты всегда какие-то дубли уже с какой-то эмоцией кладешь. Ну, ну, как есть, но я уже, конечно, уже уложу, как что-то я уже так, жизнь эмоциональная. Да, и диапазон у тебя вполне для бэков, Сандис, то есть, понимаешь, вот то, что фактически, ну, большинство мужских голосов не могут спеть наверху, есть фальцет. Ну, да. Вот, наверху ты тоже поешь достаточно чисто и звонко. То есть низы у тебя тоже хорошие, то есть, на самом деле, просто ты говорил, вот что типа, ну, посмотрим, там, где-то моего голоса, может быть, хватит, где-то нет. Я тебе могу сказать, что для всех бэков твоего голоса хватило. То есть мне будет немало бэков, которые вот тоже, ну, как бы будут твоей визитной карточкой, то есть, они должны быть. То есть, сам пою эти бэки, что они другой какой-то пришел. На выступлениях, конечно, будут там бэк-вокалисты какие-то бэки петь, но в целом, чтобы было понятно, что ты не просто веселый, там, скажем, такой эпатажный, такой клевый парень, а что ты еще и профессионал, потому что и голос звучит профессионально, основной вокал. И что слышно, что ты бэки подпеваешь себе, у тебя там разложены интервалы, у тебя есть вот эти дилейные бэки, которые как бы между, да, основных фраз. Вот, то есть это будет выглядеть именно еще не только весело, задорно и попсово, это будет выглядеть именно профессионально. Вот чего хотелось. Чего, то, чтобы это прям видно было и слышно было, что это продукт, в том числе по вокалу. Вот, и это, повторюсь, ну, как бы вопросов нет. Людям это нужно, людям нужны новые герои, и такие песни. Они, на самом деле, понимаешь, рябина вроде и текста мало, но она такая, как задуматься можно, да, там, то есть как бы она несет смысл. И так можно на это посмотреть и по-другому, да, то есть идеально, когда какие-то растения, природные явления, какие-то стихи, какие-то, да, упоминаются. Вот в том же духе, мы, вот, вот даже сейчас уже с чистовым лит-вокалом и с записанными бэками понятно, что вот у нас будет такой стая. И по этим лекалам, по такому стаю должны остальные песни. Тоже какие-то образы. Таким образом не надо сделать. Да, образные. Это уже, чтобы если я вон ты делай, чтобы и не было собственностью потом. Растения. А, да. Да. Море, море, дожди, там, я не знаю, солнце, то есть все, что с этим связано, про любовь, замечательно, как бы, да, то есть вот это такой стиль и будет. То есть современный саунд в стиле трендовых 80-х, эмоциональный вокал, простой, но такой перевертыш, глубокий, простой, но глубокий, понятный текст, много повторений, запоминающаяся мелодия. Вот это все должен быть именно наш проект. И это концертный зал, это вот все-все-все прямо туда. Да, да. Поэтому именно стиль такой, и вот это первый такой сингл, очень яркий, очень важный. Ну, будем ждать от тебя на русском языке каких-то демок еще. Если они по какой-то причине будут неродийными, на наш взгляд, ничего страшного, возьмем в концертную программу. Ну да, ну да, это все пригодится. Концертная программа, на будущую пластинку, это все. Они все, все найдут своего слушателя в итоге. Вот. То есть пришлешь, ну если неродийный, ничего, еще, еще. То есть тебе нужно в системе, ты идешь на российский рынок. Да. На российский рынок. Латышский рынок, он маленький. Европейский рынок, он сложный. На русском языке он вообще очень сложный. Русский текст, он тоже такой. То есть если он будет достаточно интересный, хороший для радио, мы его как радиосингл сразу запишем в радиосингл. Если он будет по какой-то причине, на наш взгляд, не особо радио, мы запишем его в альбомные треки. Вот так. Вот прямо переводи все песни. Ну вот как здесь, ты же не буквально перевел. Нет. У тебя здесь изменился немножко смысл. Да. То есть, вот то же самое. Смотри, ядро всегда есть, Адис. Ядро аудитории 28+. А, это так говорил, наверное. Да, ядро. Это не значит, что тебя не будет слушать молодежь. Тем более, учитывая хай-кик, который ты пробиваешь, там, соответственно, да, всякие приколы в интернете. Это не значит, что молодежь не будет тебя слушать. Но ядро, то есть основная часть, то есть 70% твоей аудитории, если взять всю аудиторию за 100%, это 28+. В России есть конкретные четкие площадки для этой аудитории. Русское радио, это самая мощная радиостанция, огромная радиостанция, очень популярная. Это авторадио, уже не менее популярная, потому что она очень сильно развелась в последнее время. Есть еще радиодача, плюс это Ру-ТВ, канал в России Ру-ТВ, который абсолютно на эту аудиторию фокусируется. То есть, основные, вот такие мощные музыкальные СМИ, как бы, да, радиостанции, телепанал. На эти радиостанции как бы и надо попасть и все. Это ядро, это корпоративы, это дни городов, это вот какие-то семейные, в том числе, праздники, понимаешь? То есть, как бы, никто не отменяет клубов, никто не отменяет таких вещей, но, понимаешь, самая такая, скажем так, вероятная история, вот ты выступаешь по городам, там, например, в ДК, там люди сидят, ты их зажигаешь, они встают. Ну, представляешь себе, ДК, например, на тысячу человек, или цирк, там, на несколько тысяч человек, или в Москве, там, Кремлевский, там, либо Крокус Сити.